Друзья, всем привет! С вами Марина. Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хочу вам показать свои две посылочки. Одна посылка с уходовой косметикой и вторая посылочка с декоративной косметикой. Я осталась довольна своими приобретениями, поэтому спешу с вами поделиться впечатлениями и также познакомить вас с двумя интересными брендами. Начну я с декоративной косметики. Познакомилась я с компанией-производителем, которая называется Stihl и производит она качественную бюджетную косметику. В ассортименте есть и туши, и помады, и блески, и румяна. Все потрясающего качества. Давайте я начну свой рассказ с такой вот туши. Очень красивое оформление у компании Stihl. Тушь у меня была в такой вот замечательной коробочке. У меня тушь моделирующая. Она позволяет моделировать объем, длину и изгиб ресничек. Сама тушь ярко-черного цвета и имеет удобную такую вот объемную кисточку. Мне кажется, при первом нанесении сразу же у ресниц появляется длина, то есть они становятся длиннее. При повторном нанесении появляется объем. Тушь мне очень понравилась. У меня чувствительные глаза. Я ношу очки. Но с этой тушью все было очень комфортно. В течение дня я ее не ощущала. Тушь не осыпается. Очень она удобно наносится. Наносится без комочков, без склеивания. Далее в моем заказе были помады. Первая помада называется Stihl Aura. Очень симпатичное оформление у всех помад. Это помада с влажным блеском. Помада имеет приятную нежную текстуру. В течение дня она не скатывается. Нисколько не сушит губы. И на губах она смотрится очень благородно. Оставляет такой атласный блеск. Красиво эта помада смотрится с серым трикотажем. С одеждой розового, малинового оттенка. Следующая помада для увеличения объема губ называется цвет непринужденный шик. Если посмотреть вот так вот на помаду, кажется, что она коричнево-бежевого оттенка. Но на самом деле сейчас я вам покажу какой-то красивый цвет. Это вот такой вот натурально розовый оттенок. Потрясающе смотрится на губах. Знаете, такой оттенок на каждый день. Оттенок для офиса, не броский, но в то же время очень-очень стильный. Помада имеет мягкую текстуру, которая держится хорошо в течение дня. И текстура такая плотная, поэтому губы действительно выглядят более объемные, более пышные, более привлекательные. Поэтому эта мне помада очень понравилась. И текстурой, и цветом. И последняя помада. Сейчас покажу, какой у нее оттенок. У этой помады оттенок классика. Это помада со стойким и насыщенным цветом. Называется она утреннее свидание. Помада создает такой достаточно четкий контур на губах. Причем с первого применения. Оттенок очень тоже красивый. Вообще все оттенки удачные. И что особенно радует, заказываясь через интернет, но оттенки с экрана и вживую совпадают. Такой вот тоже опять интересный цвет. Мне он очень понравился. Помада тоже в течение дня лежит на губах очень хорошо, приятно, комфортно. Ни одна из трех помад меня не разочаровала. Ни одна из них не сушит губы. Наоборот увлажняет, питает. Также мне посчастливилось потестировать два блеска для губ от компании Estil. Первый блеск имеет такой вот красивый классический розовый оттенок. Это увлажняющий блеск. Из серии серебряный век. И цвет называется пение мусс. Текстура у блеска очень приятная, не липкая. Блеск не растекается по губам. Имеет вот такой вот удобный аппликатор. Аппликатор эластичный, хорошо прокрашивает губы. Очерчивает контур очень ровно. Сейчас покажу поближе цвет. Такой вот оттеночек универсальный. Хорошо он сияет, переливается. Такой вот бриллиантовый цвет. Мне очень нравится. Я люблю такие вот классические розовые оттенки. Аромат у блеска невероятно приятный. Он такой ягодно-карамельный. Друзья, следующий блеск имеет очень непривычный для меня оттенок. Яркий, насыщенный, малиновый. Это, наверное, моя первая помада с таким вот ярким оттенком. Это лаковый блеск. Оттенок здесь пламя Парижа. Вообще на сайте представлено достаточно много блесков. От нюдовых до торжественно красных. Я вот пошла в направлении торжественно красных оттенков. Выбрала для себя вот такой вот непривычный цвет. На самом деле я его, конечно, выбрала не для повседневной жизни, а вот именно для съемок на своем канале. Для того, чтобы мой образ был более женственный, более ярким. Кстати, хочется вам особенно показать аппликатор. В этом блеске он такой вот необычный, заостренный, но пользоваться им очень удобно. Он прям очерчивает губы и получается по ощущениям, что это не блеск, а жидкая помада. Ну и вообще по ощущениям кажется, что это вот лаковая помада. Сейчас вот новинка, такой тренд в декоративной косметике. Вот этот блеск мне чем-то напоминает лаковую помаду. Поближе оттенок выглядит следующим образом. Очень красивый. И последнее, что было в моем заказе, это два карандаша. Первый карандаш для бровей. Оттенок у меня русый. Очень удобный грифель у карандашика. Щеточка на колпачке тоже удобная. Ей хорошо расчесывать брови. Карандаш стойкий, легко растушевывается. На сайте представлено 6 цветов. Я выбрала самый светлый. Сейчас покажу вам оттенок поближе. Цвета от русого до ярко-черного. До цвета жгучая брюнетка. И последнее, что я вам покажу, это мягкий деревянный карандаш для губ. Оттенок светлый, пурпурно-розовый. Карандаш имеет мягкий грифель, который хорошо скользит по губам. Мне понравился этот карандаш. Использовала я его вот с этой помадой. Хорошо они сочетаются по цвету. И давайте покажу сам цвет. Такой вот красивый розовый оттенок. Универсальный, классический. Друзья, следующая моя посылка от компании ReFarm. Для тестирования я получила 3 крема для лица. И мне предложили их тестировать месяц. Но я уже через неделю поняла, как работают эти продукты. Если продукт работает хорошо, то я думаю, что через месяц он точно не станет работать хуже. Начну я, наверное, с крема для кожи вокруг глаз. Вот так вот выглядит тюбик с кремом. Здесь 50 мл. И основной компонент этого крема, экстракт василька, который снижает отечность вокруг глаз, уменьшает темные круги. Мне в первую очередь хочется отметить текстуру крема. Она чем-то напоминает жидкие сливки. Очень быстро впитывается в кожу. И не оставляет никакой липкой пленочки. Взгляд после этого крема действительно становится более свежий. Я думаю, что это за счет того, что крем полностью устраняет какое-то шелушение вокруг глаз. Сейчас покраснение, высыпание, кожа становится более гладкой, ровной. Следующий крем называется рефарм номер 4. Это крем для лица увлажняющий. Под номером 4 крем содержит гиалуроновую кислоту. Именно такой крем я заказала на осень для того, чтобы в коже как можно дольше сохранялась влага. Гиалуроновая кислота также отлично снимает ощущение сухости, стянутости. То есть она сохраняет эластичность кожи достаточно долго. Сам по себе крем невероятно легкий. Он отлично, конечно, подойдет и в летний период. Но почему-то вот крема с гиалуроновой кислотой я люблю использовать в осенне-зимний сезон. Так как кожа становится более такой увядающей. И вот именно такие крема, они способствуют сиянию кожи. Этот крем действительно так и работает. Кожа после этого крема отдохнувшая, такая вот, прям знаете, гладкая, ровная, матовая. Следующий крем называется рефарм номер 2 и он содержит растительные экстракты. У этого крема богатейший состав, я думаю, что на нем стоит остановиться. В составе есть настой травяных трав, толокнянки, бодяги, солодки, петрушки, шиповника и также есть витамин С. Потрясающий крем, он имеет более густую консистенцию и поэтому я использовала его как ночной крем для лица. Он отлично питает кожу, быстро впитывается, не оставляет никакой липкой пленки. И вы знаете, вот после нанесения этого крема кожа мгновенно становится мягкой-мягкой, такой вот прям бархатной, очень приятной на ощупь. Ссылочку на каждый крем я оставлю под видео и также оставлю ссылочку на сайт. На сайте представлено огромное количество уходовых средств, также есть средства для спорта, поэтому рекомендую заглянуть. Всем желаю приятных покупок, с вами была Марина, всем пока-пока.